МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в 30 км в 38 поворотах и 24 часа в режиме нон-стоп. Самая длинная, самая зрелищная и самая сложная лиманская гонка. Эксперимент. Бытка. Называйте как хотите, но мы покажем лиманскую гонку изнутри. Для этого картина ТВ 24 часа. Пойдем вместе с командой СМП Рейсинг. Вот это настоящая мужская игра. Превышать скорость по Москве или по Франкфурту – это все ерунда. А вот ехать 300 км в час здесь – вот это вот серьезная мужская история. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Лиман. День накануне старта на улице города проходит парад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лиманская гонка – гонка на выносливость. Тут нужна особая философия. Важен именно дух команды, дух гонки. Участвует не только один пилот, в команде их три. И какими бы они профессионалами не были, для победы требуется гораздо больше. Слаженная работа всей команды – механики, инженеры, менеджеры – все работают на результат. 24 часа. Мы помогаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, картина ТВ. Никто не обещал, что будет легко. 24 часа впереди. Надежность машины. Усталость пилотов. Я даже не знаю, что еще говорить. Действительно будет нелегко. Это тяжелая гонка, но тем она интересна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники суточного марафона разделены на категории по скорости, мощности и весу. ЛМП-1 – это элита. Этот новейший российский прототип БР-1 создан для выступления в Чемпионате мира по гонкам на выносливость уже в высшем классе этого соревнования – ЛМП-1, в том числе и гонки 24 часа Лимана. У автомобиля ряд уникальных технических решений. Составляет конкуренцию лучшим командам. Победа всегда общая. И у техников, и у всех инженеров, и у тех людей, которые физически подготовят, и психологов. Все люди, которые дают возможности, приходят болельщики. Все это одна команда. Все это поболеют за нас, за СМП-1. И тогда вот этот командный дух и дает нам такие победы, что мы можем связаться с такими командами, как Тойота, и как и все остальные. Борис, Картинок ТВ. Желаю вам удачи. Спасибо. Это за час до старта. Всем очень хочется посмотреть, как машины по старой доброй традиции выстраиваются вдоль трассы. Сам бы сел за мной? Не, не было. А, сам бы сел? Сел бы. Затем всех разгоняют достаточно интересным способом. Впереди гонка. Старт и понеслось. В воздухе нервозность, напряжение, атмосфера неповторимая. Побеждает тот, кто за 24 часа проехал больше всего кругов. За гонку машина проходит около 40-ка пиццов. Если по правилам водителей меняется качество электричества, то у этих парней времени на отдых нет от слова совсем. Они забавляют машину, меняют колеса, протирают стекло от мошкары и на все эти секунды... Для кого это испытание тяжелее? Для людей или машины? Это еще вопрос. В Лимане не все, как на других гонках. Сам факт, что ты на Лиманской трассе – достижение. Не просто, потому что машина едет 350 км в час, и у тебя все вот эти переключатели, вот эти, вот эти... Ты все должен знать в любой момент, помнить о том, что нужно куда переключить. И это на протяжении всей дистанции. В темноте, в дождь, неважно когда. Поймите, просто управлять этой машиной, она же не просто выглядит, как истребитель. То же самое, что управлять истребителем, только на протяжении восьми часов. Вот тоже такие же перегрузки 4-5G, а то и больше. За гонку ты теряешь около пяти килограммов веса. Ну, это просто, чтобы было понятно, что такое гонка. Впрочем, все меняется. Темно, холодно и хочется спать. Но времени на отдых нет, как минимум. У команды все можно быть внимательнее, особенно пилотам, потому что в это время трасса еще коварнее. А мы немножко схалтурим, отдадим шлем и отдохнем. После восхода солнца понимаешь, что до финиша осталось еще чуть-чуть. Начинается гонка в три дня и в три заканчивается. Последние часы, самые напряженные в командах и на трибунах. Все устали. Финиш. Позади 24 часа. Напряжение, тяжелые работы. 11 команд лиманскую трассу так и не смогли проехать. Из 61 машины BR-1 занимает третье место. Впереди только Toyota. К слову, Toyota — единственный гибридный прототип, который невозможно опередить на трассе в рамках нынешнего регламента. SMP Racing в этом году лучший среди негибридных команд. И это общая командная победа. Это были самые сложные 24 часа, самые интересные 24 часа. Самые зрелищные сутки. Спасибо команде SMP Racing за то, что научили нас спортивной выдержке. За то, что научили нас правильному отношению к конкурентам. К ним нужно относиться с уважением. И тогда результат не заставит себя долго ждать, как это получилось в этом году у команды SMP Racing. Мы поздравляем их с третьим местом. Для нас это был колоссально классный опыт. Это было круто.